Враг хочет, чтобы вы думали, только у тебя такие проблемы, только у тебя такая зависимость, только тебя охватывают такие чувства. Это не так. Я могу сказать, что 100% людей в этом зале приходилось разбираться с красными флагами в своей жизни. Кто из вас сталкивался с подобными проблемами? О, спасибо вам большое. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Мы говорим о красных флагах в нас. Что делать, когда что-то ломается внутри вас? Если внутри вас что-то ломается, то это сказывается на всех, кто вас окружает. Мы начинаем фильтровать наши отношения. Все, что говорят нам люди, все проповеди, которые мы слышим, на основании того, что происходит внутри нас. То, что происходит внутри вас, становится фильтром, определяющим, как вы слушаете то, что говорят люди. Вот почему возникает столько конфликтов. Часто дело не в том, что они говорят, а в том, что происходит внутри вас. Поэтому у нас есть Библия. Откройте, пожалуйста, 4 главу Иакова. Иакова, глава 4, стих 1. Иаков спрашивает, что вызывает ссоры и распри между людьми? То есть это коснулось всех присутствующих. Если у вас в жизни когда-либо было напряжение или конфликт. Когда я был поменьше, мой старший брат Джон, с которым мы сегодня прекрасно работаем вместе, он прекрасный человек, но мы с ним так много дрались и ссорились в детстве. Помню, как мы играли с ним в мяч. Нам было лет по 16. Там были наши молодежные пасторы и другие лидеры. Мы с Джоном стояли на поле друг напротив друга. Джон, ты помнишь? Ты помнишь, как это происходило? Я был принимающим, а Джон играл в защите. И мы играли в футбол с флагами. Но если вы играете в футбол с флагами со своим братом, то это сразу превращается в полный контакт. Никто не пытается выхватить флаг, а просто начинается драка. Итак, Джон меня толкает, а я уворачиваюсь и ловлю мяч. Возможно, я наговорил ему каких-то гадостей, потому что тогда я был дерзким малым. И Джон такой, «Ничего, посмотрим, что будет дальше». И в следующий раз Джон толкнул меня и сбил с ног. Я так разозлился, что напрыгнул на него и сделал что-то. Даже не помню, что именно. Ах да, я ударил его в кадык. Я ударил его в кадык. «Да, это было плохо». И Джон такой, «Я убью тебя». Да он действительно был готов к этому. Это читалось в его глазах. Иногда вы понимаете по глазам человека, что он говорит серьезно. Но Джон был быстрым, и он догнал меня, повалил на землю и начал бить. А молодежные лидеры окружили нас и стали кричать, «Давай, давай, добей его!» «Что?» «Что?» «Сегодня у нас нет таких молодежных лидеров». Наши молодежные лидеры очень милые и добрые. В конце концов, молодежный лидер стянул Джона с меня. Мы были в ярости. На лицах была кровь. Но драка была не только из-за футбола, а из-за того, что происходило у нас внутри. Я считаю, что за каждой ссорой и конфликтом что-то стоит. Как сказал Иаков, «Хотите знать, почему у вас ссоры с братом, женой или мужем, с отцом или матерью?» Иаков говорит, что все это из-за страстей, бушующих внутри вас. То есть где-то глубоко в вашей душе идет война. Скажите, «внутренняя война». Иными словами, он говорит, что внутри вас есть красные флаги, заставляющие вас слишком бурно реагировать на ситуации, фильтровать слова людей и ввязываться в ссоры и драки. А во втором стихе он говорит, «Вы желаете чего-то, но не получаете, и потому убиваете». Вы скажете, «Пол, я никогда не убивал». Да. Но может, вы убили кого-то своими словами. Вы произнесли ранящие слова или убили чей-то характер. Вы обозвали и унизили кого-то. Вы убили мужа или жену своими словами. Вы уничтожили какую-то личность. Дальше Иаков пишет, «Завидуете другим, но все равно не можете получить того, чего хотите, и потому притираетесь, и ссоритесь. Вы не получаете того, чего хотите, потому что не просите Бога». В конце концов, во всех наших межличностных конфликтах виновны не все вокруг, а что внутри нас. Мы пытаемся выдавить из человека то, что может дать нам только Бог. А когда вы пытаетесь выдавить что-то из жены, мужа, детей, парней или девушки, или ваших друзей, если вы хотите, чтобы они восполнили какую-то эмоциональную нужду в вашей жизни, то они не способны наполнить ваш эмоциональный резервуар. В конечном итоге они вас разочаруют, и вам придется либо ссориться с ними, либо идти к Богу. Но затем Иаков говорит, «Когда же просите, то не получаете, потому что просите из неправедных побуждений». Иаков говорит, «Вы ссоритесь с женой, с детьми, с родителями, а потом идете к Богу и говорите, «Бог, сделай что-то с ними, исправь и измени их». А Бог отвечает, «Ты не можешь приходить ко мне с несмиренным сердцем и ожидать, что я буду делать что-то с ними. Начни с себя». Иными словами, я не должен говорить Богу, «Боже, исправь Эшли, исправь моих детей, исправь моего брата, пусть они изменятся передо мной». Мне следует сказать, «Господь, начни с меня». Во мне что-то сломалось. Не знаю, что это, но это вызывает во мне напряжение и заставляет меня фильтровать все, что я слышу. «Господь, начни с меня». Давайте скажем вместе, «Господь, начни с меня». Да, давайте начнем с красных флагов внутри нас. Я хочу показать вам 20 красных флагов, которые могут говорить о том, что что-то внутри вас сломалось. Помню, как я страдал от депрессии, и тогда мне было очень сложно радоваться жизни и с надеждой смотреть в будущее. Это было сразу после смерти моего отца. Я не знал, что я в депрессии, пока кто-то не рассказал мне о симптомах депрессии. Я не знал, что что-то не так, пока кто-то не сказал, «Пол, ты сам на себя не похож». Есть красные флаги, на которые вам стоит обратить внимание. Иногда мы даже не понимаем, что с нами что-то не так, пока кто-то не скажет, «Это ненормально». Это ненормально для верующего, потому что, как верующий, ты помазан, ты призван к свободе от этого. И сегодня я хотел бы поговорить именно об этом. Но сперва я хочу сказать, что вы не одиноки. Скажите своему соседу, «Ты не одинок». Когда я буду рассказывать об этих флагах, всем вам будут они знакомы. Каждый из вас был в той или иной ситуации. Кто-то в ней прямо сейчас, а кто-то был в ней в прошлом. Вы не одиноки. Враг хочет, чтобы вы думали, «Только у тебя такие проблемы. Только у тебя такая зависимость. Только тебя охватывают такие чувства». Это не так. Я могу сказать, что 100% людей в этом зале приходилось разбираться с красными флагами в своей жизни. Кто из вас сталкивался с подобными проблемами? О, спасибо большое. Так, во-первых, вы не одиноки. А во-вторых, ваша вера в порядке. Когда я говорю о том, что у верующих бывают проблемы, некоторые спрашивают, «А разве Слово Божье не сработало? Что-то не так с моей верой?» Нет, нет, нет. Дело не в вере. Когда вы приняли спасение, вы вступили в постоянный процесс освящения. До конца ваших дней Господь будет освящать вас, чтобы сделать вас похожими на Иисуса. А значит, Он будет показывать вам сорняки, от которых нужно избавиться. Нужно избавиться от сорняков. Жизнь верующего похожа на работу садовника. Вам нужно постоянно смотреть на почву. Кажется, начала зарождаться горечь. От нее нужно избавиться. Это не значит, что вам снова нужно спасаться. Это лишь значит, что вам нужно освящение. Дух Святой показывает вам красные флаги. Красный флаг — это знак, предупреждающий о потенциальной опасности. Красный флаг на пляже означает, не нужно заходить сейчас в воду. Подождите, когда ситуация улучшится. Если на гонках поднимается красный флаг, это значит, что гонки остановлены на время и не начнутся снова, когда ситуация будет безопасной. А красный флаг в вашем сердце не означает, что вы потеряли свое спасение. Вам лишь нужно смиренно прийти к Богу и сказать, «Бог, со мной что-то не так. Помоги мне». Итак, с вашей верой все в порядке. Бог все еще с вами. И за вас. Красные флаги — это не только духовные проблемы. Если кто-то говорит вам, что от депрессии нужно просто читать Библию и помолиться, и все будет хорошо, это не только духовная проблема. Возможно, вам нужно сходить к психологу или пойти прогуляться, или сменить свой рацион, или завести человека, которому вы будете благодарны. Готовы к красным флагам? Тогда поехали. Как понять, что что-то не так? Во-первых, когда вы на себя не похожи, когда вы ведете себя не так, как вели себя всю жизнь, люди говорят, «Это кризис среднего возраста». Она сама на себя не похожа. Что-то стало этому причиной. Возможно, вы меняетесь к лучшему. Но если вы бежите от того, каким создал вас Бог, то это красный флаг, и вам стоит вернуться назад. Номер два. Когда вы становитесь очень капризными, вы не можете контролировать свои эмоции. Каждый день у вас нервный срыв. Что-то вызывает это напряжение. Внутренняя война. Номер три. Вам кажется, что все хотят достать вас. Все говорят о вас плохо. Вы никому не можете доверять и подозреваете всех вокруг. Это красный флаг. Это ненормально. Если вы думаете, что это нормально, то это не так. Эмоционально здоровые люди способны доверять другим людям, даже если их ранили и предавали. Итак, если вы подозрительно относитесь ко всем подряд, то это красный флаг. Давайте вернем вас в здоровое состояние. Давайте сделаем это вместе. Ваша цель не в том, чтобы быть разными с разными группами людей, а в том, чтобы сохранять честность и порядочность и быть в церкви таким же, как и в пятницу вечером или в понедельник утром. Будьте честны. В конце жизни вы посмотрите в зеркало и не сможете обмануть того парня. Не сможете. Номер четыре. Когда вы всю жизнь ждете, чтобы произошло что-то, что сделает вас счастливым, когда я получу это, то буду счастлив, когда я выйду замуж, то почувствую удовлетворение, когда я закончу колледж, когда я смогу водить, когда это произойдет, я буду счастлив. Если вы ждете, пока что-то произойдет, чтобы начать жить, чтобы разбираться с этим красным флагом, чтобы день сотворил Господь, радуйтесь и веселитесь. Бог не создал вас для того, чтобы мы всю жизнь ждали чего-то. Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Ой, я слышу аминь от моей жены. Спасибо большое. Номер пять. Когда вы начинаете рассчитывать на то, что кто-то или что-то сделает вас счастливым, если вам нужно каждый вечер пить пиво, чтобы быть счастливым, если вам нужно каждый день курить траву, чтобы быть счастливым, Пол, а где в Библии сказано, что я не могу курить? Послушайте, вы не пойдете в ад за это, что курите. От вас может вонять, как из ада. Я не осуждаю вас. Вот вам понадобятся обнимашки. Я люблю вас, но я пытаюсь вам помочь. Если вы думаете, что сигареты сделают вас счастливыми или спокойными, или же если вы счастливы только тогда, когда с кем-то встречаетесь, то вам нужно почувствовать себя целостным от отношений с Христом, а не ждать, пока кто-то другой счастливит вас. Не нужно убивать посланника. Я люблю вас. Номер шесть. Когда становитесь постоянно негативным и саркастичным, люди начинают с вами какой-то разговор, а вы сразу же на негативе. Вы слышали, что тот и тот умер, а вы слышали, что скоро всем придет конец. Постоянный сарказм и негатив и ничего позитивного. Вы можете сказать, «Пол, я был таким с детства. Бог создал меня негативным и саркастичным, и с этим ничего не поделаешь. Вы не обязаны быть такими. Это никак не помогает ни вам, ни окружающим. Может, вам стоит стать немного более позитивным и наполненным верой и надеждой». Номер семь. Когда все происходит не по вашей вине и вы не способны признать, что вы неправы. Если вы думаете, что вы всегда правы, а все вокруг неправы, то это нарциссизм. Тебе 15 лет и ты все знаешь. Тогда мы идем к тебе, потому что у тебя есть ответы. Но возможно, что прав твой папа, а не ты. Возможно, прав кто-то другой, а ты не прав. С этим красным флагом можно разобраться, когда вы говорите, «Да, Господь, я был слишком нахальным и гордым. Я перестал извиняться и перезнавать свою вину. Я винил всех вокруг, а себя считал всегда правым». Разберитесь с этим флагом. Номер восемь. Когда вы постоянно напуганы и взволнованы, Иисус сказал Марфе в Луки, глава 10, «Марфа, ты о многом беспокоишься». А Мария нашла то одно, что имеет значение. Если вы хронически волнуетесь о чем-то и думаете, «Я просто такой человек, я постоянно о чем-то переживаю, я переживаю за жену, детей, работу, будущее, и это никогда не изменится. Это может измениться уже сегодня с помощью Святого Духа». Вы можете получить свободу от волнений. Вам не нужно так жить. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы дать вам жизнь и дать ее с избытком. Сюда входит и свобода от постоянных волнений и стресса. Если вы постоянно в стрессе, то это не воля Божья для вас. Он хочет исцелить вас сегодня. Номер девять. Если вы постоянно раздражены, рассержены и обижены, мы живем в таком обществе, где все на грани, всех все обижает, меня обижает то, что ты обижен, потому что они обижены. Мы все каждый день обижаемся на что-то, и я не говорю что то, что делают люди, их поведение и ошибки, это нормально. Но если вы постоянно обижаетесь, то это держит вас в плену. Это никак не меняет их поведение. Ваша обида мешает в первую очередь вам. Поэтому порыдайте и забудьте об этом. Двигайтесь дальше. Давайте не будем теми, кто легко может обидеть или рассердиться. Если вы такой, то это красный флаг. Кстати, Библия это не модификация поведения, это спасение, трансформация и благодать вашей жизни. Но это не значит, что ваша жизнь будет меняться. Она должна менять ваше поведение и вашу жизнь. Если я принял спасение, но при этом у меня каждый день приступы гнева, и я делаю дырки в стене, но думаю, ничего страшного, ведь я спасен, то что-то не так. Это значит, что вы полностью подчиняетесь слову и воле Иисуса Христа и Святому Духу. Благодать это не разрешение быть ленивым. Благодать это сила. Номер десять. Если вы не можете прощать людей, если вы говорите «Пол, у меня закончилось прощение». Я его исчерпал. Иисус сказал 70 раз по 7. И я это уже сделал. Все. Я больше не буду его прощать. Я больше не буду прощать людей. Я исчерпал все прощение в моей жизни. Если вы так говорите, то это красный флаг. Сейчас дело уже не в обиде. Вы просто недоброжелательно настроены и полны горечи. Это сорняки, которые заглушают жизнь в саду вашей жизни. Вам нужно вырвать эти сорняки и разобраться с этой горечью. Отпустите ее. Скажи «Отпусти». Просто отпустите ее. Номер одиннадцать. Если вы отдаляетесь от людей, которые любят вас, и изолируете себя. Когда у меня была депрессия, я приходил в церковь, то я позволял себе быть рядом с людьми. Но я не подпускал людей близко, чтобы они не знали, что со мной происходит. Я держал дистанцию, и я думал, что это хорошо, и что так я защищаю их от себя. Я не открывался жене. Когда она спрашивала, с тобой точно все в порядке? Да, да, я в полном порядке. Но при этом мне было больно, и я скучал по отцу, я был расстроен, и не ждал ничего хорошего. И я думал, что изоляция это хорошо, но это не так. Это путь к разрушению. Враг хочет изолировать вас в вашей слабости, в вашем грехе или проблеме. Он говорит вам, что вы единственный, кто проходит подобное. Поэтому никому не стоит знать, что на самом деле происходит в вашем сердце. таким образом враг пытается отделить вас от стада, от ваших друзей, от ваших близких и от церкви. И если вам не хочется поддерживать никакие отношения, то в это самое время отношения нужно вам как никогда. Номер двенадцать. Когда вы постоянно сравниваете себя с другими. Если в соцсетях вы постоянно сравниваете себя с другими, то просто уйдите оттуда. Если вы никогда не можете просто наслаждаться ими, то уходите оттуда. Если сравнение есть в вашей жизни каждый день, то это красный флаг. Номер тринадцать. Когда вам хочется побить всех вокруг. Если вы соревнуетесь со всеми вокруг, вы не можете успокоиться. У вас должен быть большой двор, машина подороже, больше талантов, больше возможностей, больше денег. Если вы соперничаете со всеми вокруг, то четырнадцать. Когда вы думаете, что заслуживаете того, над чем вы не работали, вам все должны. Сегодня это очень распространенная проблема. Я имею на это право. По Божьей благодати мы были спасены от того, чего мы на самом деле заслуживаем. Мы не заработали это спасение. Мы получили его как подарок от Бога. Это был его дар. И когда мы позволяем благодать работать в нас, то у нас исчезает отношение, когда нам все должны. Номер пятнадцать. Когда моя духовная жизнь отделена от моей повседневной жизни, когда у меня две разные жизни, вот какой я рядом с пастором Полом, вот какой я в церкви, вот такой я в пятницу вечером. Не поймите меня, превратно, в церкви я веду себя хорошо. Но когда с моими парнями в баре, когда я с подругами в клубе, то я веду немного себя иначе, потому что в пятницу мне хочется повеселиться. Не переживайте, в воскресенье я приду к Иисусу. Если у вас две разные жизни, у кого-то даже четыре разные жизни. В Талсе вы один человек, в Чикаго совершенно другой. В Далсе у вас вообще другая семья, а в Зимбабе вы еще какой-то. Не принимайте это на свой счет, если я назвал места, в которых вы бываете. Это случайность. Ваша цель не в том, чтобы быть разными, с разными группами людей, а в том, чтобы сохранять честность и порядочность и быть в церкви, таким же, как в пятницу вечером или в понедельник утром. Будьте честны, в конце жизни вы посмотрите в зеркало и не сможете обмануть того парня или ту девушку. Если вы поменяетесь в разных компаниях, если вы по-разному ведете себя с разными людьми, то вам нужно вернуться к честности и порядочности. Все очень просто. Честность и порядочность. Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам, что Бог за вас. Бог хочет дать вам победу. Бог не создал нас, чтобы мы жили в поражении и разочаровании, постоянно чувствовали, что мы немного не дотягиваем. Бог хочет, чтобы вы имели уверенность и мир и ходили в силе Святого Духа, в любви, мире, терпении, доброте и самоконтроли. Бог не хочет, чтобы вы были подавлены своими обстоятельствами. Не знаю, что вы сейчас проходите, но я хочу сказать вам, что Бог любит вас, Он за вас, Он хороший, и Он не приносит плохие вещи в вашу жизнь. Бог хочет дать вам свободу и укрепить вас. Он хочет исцелить ваше сердце, ваш разум и ваше тело. Давайте молиться вместе. Просто скажите, Иисус, я Твой. Я принимаю решение доверять Тебе и принять Твою любовь. Господь, за победу в Тебе во всех сферах моей жизни во имя Иисуса. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу отпраздновать это вместе с вами. Это невероятно первый шаг. А в качестве следующего шага я приглашаю вас поддерживать связь с нашим служением. Обратитесь к Слову Божьему и молитве. Слушайте наши проповеди. Вы можете зайти на наш сайт и найти эту проповедь и многие другие проповеди. Они будут укреплять, одобрять вас и возвращать вас на Божий путь для вас. Мы здесь для вас. Если вы будете в Талсе, приходите на наши собрания, и мы будем вам очень рады. мы любим вас. Я хочу поблагодарить каждого, кто жертвует в наше служение и молится за нас. Мы не могли бы сделать это без вас. Спасибо вам. Субтитры